Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня начальник территориального управления Щелковского муниципального района, глав архитектуры Московской области, Станислав Плаженцев. Добрый вечер, Станислав Александрович. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Начнем, конечно, наверное, с самого главного. Практически во всех населенных пунктах, ну, так скажем, поселениях нашего района прошли публичные слушания по генеральным планам развития территорий. Вот еще несколько дней только минуло, да, крайние, так скажем, слушания были в городском поселении Загорянский. Осталось только у нас одно поселение, самое большое, правда, это Щелково, но, как говорится, не за горами. Вот не могли бы вы более подробно рассказать, да, что значит эти публичные слушания, как они вообще влияют на развитие территории в нашем районе? Ну, публичные слушания с привлечением населения и заинтересованных организаций, инвесторов и людей, которые, как я уже сказал, имеют желание знать об изменении среды обитания и дальнейшем развитии территории, является обязательным по российскому законодательству при разработке генеральных планов. Как вы правильно сказали, у нас один генеральный план, это Огодинское поселение, был утвержден уже в 2012 году, он, правда, в последующем тоже будет корректироваться, но это уже за пределами 1 июля. А вот все остальные генеральные планы, это 9 поселений Щелковского района, на сегодняшний день в основном разработаны, проходят необходимые согласования органов, значит, и управлений района, и центральных органов исполнительной власти. Значит, после того, как основные замечания устраняются авторами проекта, автор у нас научно-исследовательский институт градостроительного системного проектирования, который в феврале 2015 года выиграл конкурс на разработку этих генеральных планов, в марте приступил по контракту к работе. В дальнейшем мы работали, первые два этапа связанные с подготовкой и актуализацией исходных данных, второй этап это был подсчет и возможностей и дефицитов необходимых для развития. И вот сегодня предложения фактически подготовлены и, как уже вами было сказано, в основном своем, это Фрианово и Трубино прошли в апреле 2016 года, публичные слушания. Остальные прошли, как вы правильно сказали, последние было неделю, полторы тому назад, это не в эти, а в прошлую субботу, значит, в поселке Загорянском, городское поселение Загорянский. Значит, а до этого все проходили в ноябре месяце. Щелково планируется у нас рассмотрением где-то в мае месяце для того, чтобы выполнить основную задачу поставленную и законом Российской Федерации, президентом и губернатором. 1 июля генеральные планы, как и правило землепользования, должны быть в Московской области утвердены. Теперь, что касается вопроса, связанного, какая дальнейшая судьба. Прошедшие через публичные слушания генеральные планы получили уже от населения предложения, замечания, свое видение. Они переданы администрации Щелковского муниципального района, с которыми мы сотрудничаем очень плотно. И вообще, по областному законодательству, проведение этих публичных случаев возложено на администрацию Щелковского района. Администрация создала в свое время комиссию, вернее, даже, ну как администрация и городской совет, комиссию. И распоряжение, вернее, решение о проведении публичных слушаний утверждается главой, а уже комиссия во главе с заместителем Никулиным Никитом Александровичем и представителями от главы архитектуры, от местных органов самоуправления, значит, от депутатского корпуса выезжает по местам. При том, что главное законное требование, это чтобы в каждом населенном, независимо от того, сколько придет людей, чтобы в каждом населенном пункте были проведены публичные слушания. Так вот, полученные результаты с замечаниями, предложениями, пожеланиями населения, они переданы авторам проекта, в них они рассматриваются, обосновываются. Вот, например, в связи с замечанием по Гребневскому и Монинскому поселению были начальником главы архитектуры Московской области созданы согласительные комиссии, которые также сегодня работают, в том числе вместе с рассмотрением замечаний со стороны центральных органов власти, как Московской области, так и центральных органов Российской Федерации. Ну, а какие там претензии были? Ну, на сегодняшний день, на сегодняшний день, главные, конечно, замечания, это то, что касается вопросов, в первую очередь, лесных земель, которые не должны быть включены в границы населенных пунктов. Также под бережным надзором или контролем находятся вопросы использования сельхоземель. Но, опять же, самый главный вопрос всех генеральных планов – это наличие, прежде всего, объектов социальной инфраструктуры, это детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения. А также одним из основных направлений задач – это, кроме обеспеченности жильем и социальными, инженерными, транспортными объектами, тема, связанная с наличием рабочих мест. Региональные нормативы, можно сказать, проектировать определен процент количества рабочих мест. Генеральные планы должны также предлагать еще и рабочие места. Станислав Александрович, предлагаю посмотреть вам и нашим зрителям видеосюжет о том, как проходили публичные слушания по генеральному плану развития территории в городском поселении Загорянский. В Щелковском районе продолжается обсуждение генеральных планов городских и сельских поселений. Семь уже отработали, теперь очередь дошла до Загорянки. Публичные слушания по проекту прошли в субботу в каждом из трех населенных пунктов городского поселения – в деревнях Оболдина и Супонева и поселке Загорянский. Специалисты подчеркивают, обсуждаемый проект генплана не является окончательным. Будут рассматриваться все предложения и замечания жителей. А сами слушания носят рекомендательный характер. Безусловно, Загорянка – особенное поселение. Четыре года назад по требованию жителей уже отклонили генплан, предложенный тогдашней местной администрацией, который предусматривал массовую жилищную застройку исконно дачных территорий. Сейчас эту позицию максимально учли. Принципиальная наша позиция – это сохранить это поселение именно в том виде, в котором оно сейчас есть, и не увеличивать многоэтажную застройку и многоквартирную застройку. Затогин план предусматривает развитие социальной сферы. Запланировано создание пешеходной зоны на улице Наречная и аллеи Славы на улице Валентиновская, реконструкция здания Дома культуры. Близ деревень Оболдина и Супонева, где за последние годы возвели несколько коттеджных поселков, скоро начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Социальную направленность проекта генерального плана подчеркнул и представитель коллектива разработчиков. Будут новые школы и детсады. Планируется в Оболдине строительство школы на 800 мест, реконструкция двух, ну, строительство двух детских садов на 220 и 240 мест. Разгрузка автодорог от транзитного транспорта предусмотрена за счет запланированного западного обхода Щелково. Рядом с железнодорожной станцией запроектирован транспортно-пересадочный узел. Ну вот понятно, что основное, конечно, это социальные приоритеты при принятии генеральных планов развития территории. Но, тем не менее, наверное, каждый населенный пункт нашего района имеет все-таки какую-то свою специфику и по численности населения, и по, так скажем, приоритету, связанной опять же с тем же строительством. Вот Загорянка мы видели, да, конечно, это такой исторический дачный поселок, еще с рубежа 19-20 веков началось, да. Ну вот, допустим, взять два городских поселения. Щелково, да, 120 тысяч населения, да, и Фрианово в 10 раз меньше. Вот, скажем, какие у них различия? Нет, ну вы правильно сказали. Во-первых, это и территориальные возможности одних и других, во-вторых, это наличие прилегающих территорий леса, сельхоземель, количество рабочих мест, ну и, конечно, в первую очередь, население, то, которое там проживает. Что касается вопросов, ну, Фрианово было рассмотрено, как я уже говорю, на публичных слушаниях в апреле 2016 года. Но тут уже немного времени прошло, как все равно ставится серьезный вопрос о том, чтобы население не моталось в Москву и даже в Щелково имело возможность применения своих рук, наличие рабочих мест. Поэтому сегодня уточняются вопросы размещения там объектов, производственных объектов там, где люди могут приложить свое знание, умение и так далее. В Щелково проблема серьезная, связанная с дефицитом не только рабочих мест, с дефицитом социальных объектов. Но и мы все прекрасно знаем, главную проблему это связанную транспортную структуру, где в самом городе Щелково единственный мост, по которому движется весь район, а также сопредельные территории соседей. Также, как хотелось сказать, что у каждого, правильно сказали, что у каждого поселения свои задачи, которые нужно решать изначально. Но в части проведения самих публичных слушаний, в части мнения населения, хотелось бы сказать, что сами публичные слушания, от которых сейчас идет речь, они связаны, что орган местного управления, мы как главарь тех, кто как заказчик на эту работу, проектировщики должны донести о тех первоочередных задачах, которые предусматривают генеральный план того или иного поселения. При том, что у него есть два срока. Один срок это расчетный до 1922 года, вернее, в первую очередь, и расчетный срок до 1935 года, в который должны быть решены те или иные задачи. По ликвидации, как я уже сказал, тех дефицитов, которые на сегодняшний день существуют у этих поселений. Станислав Александрович, вот все-таки, хоть вы и называетесь, да, ваша организация, территориальное управление Щелковского муниципального района, но на самом деле вы курируете, так скажем, и наших ближайших соседей, я имею в виду и город Фрязино, и городское поселение, городской округ Классино-Петровский, и зато звездный городок, а это в совокупности еще почти 100 тысяч человек населения. Вот как-то при разработке генпланов учитывается наше такое близкое соседство, тем более, что Фрязино? Фрязино, допустим, просто разделяет районно. Конечно, конечно. Особенно вопросы, например, Лосино-Петровское и Свердловского поселения, где исторически были связаны между собой работниками не только обоинского комбината, но и Щелковской птицефабрики, понятно, что вот как раз трудовые ресурсы сегодня важно учесть и там, и там, для того, чтобы люди могли не только иметь жилье и социальное, и транспортное, и иное, как мы уже говорим, обслуживание, но и в том числе место приложения, где трудиться нормально. Ну, вот вы упомянули, да, одна из главных проблем Щелкова – это транспортная проблема, существующая единственный мост, новый мост, как мы его продолжаем называть, хотя он уже, конечно, совсем не новый. Грядет строительство еще очень нового моста. Сейчас предлагаю посмотреть один видеосюжет. Мы уже, конечно, не первый год говорим о строительстве западного, восточного обхода. Ну, и вот третий, и, если можно так сказать, центральный обход – это вот как раз начало строительства моста через Клязьму в районе улицы Фабричной. Давайте посмотрим, как пройдет эта дорога. Сотрудники и руководство местных предприятий живы заинтересованы в развитии транспортной системы города Щелково. Значительно улучшат логистику строительства восточного обхода. От улицы Рабочий между карьерами Амеревский и Кожинский и далее вплоть до Заречной должна пройти дорога, которая станет частью будущего восточного обхода города Щелково. Ее длина составит 2,8 километра. Главная цель трассы – дать доступ к грузовому транспорту напрямик в промзону и вывести его поток из центра Щелково. Сейчас участок представляет из себя грунтовую дорогу, по которой в межсезонье проедет далеко не каждая машина. Предприниматели сами подсыпают ее, периодически пытаясь улучшить условия. Возможности софинансирования части дорожных работ по прокладке обездной дороги Алексей Валов обсудил с руководством предприятия «Кухни-премьер». У вас есть желание, чтобы мы все собрались, мы соответствующий свой муниципальный и государственный пол внесли в эту программу по строительству дороги, и вы софинансировали в каких-то там пропорциях. Это мы сделаем хорошую дорогу. Разумных-то, да, наверное. Понимание есть у всех, я так понимаю, промышленников, что эта дорога необходима. Осталось подкрепиться определенное финансирование на то, чтобы изготовить проект этой дороги. Мы понимаем, что у нас бюджет не безразмерный, и, конечно же, должны привлекать в рамках муниципального частного партнерства дополнительные средства. Было запланировано, что предприниматели будут приглашены в рабочую группу, которая примет участие в проектировании и дальнейшем согласовании дорожных работ. Ну вот, начало положено, да, уже проект практически готов. Дело в том, что Восточный обход давно на слуху, и делался его и проект в свое время. Но тот проект был дорогостоящий, и сегодня та, показанная вами трасса, является частью одного большого проекта. Я хотел вернуться как же к проблеме транспортного развития города Щелково и сказать, что генеральным планом еще 2004 года было предусмотрено 5 мостов. В первую очередь, конечно, это мост через Клязь, мы так называемый, новый, который был введен в эксплуатацию 5 декабря 1981 года, на 40-летие победы под Москвой. Ну, старый мост, вы знаете, у нас не работает. И вот мост через ЖБК. И, конечно, все... Ну, сейчас на экране как раз есть проект этого моста. Нет, это другого моста. Я сейчас скажу, дело в том, что это мост, который нафабричный. Да, это мост нафабричный. Так вот, дело в том, что на ЖБК в свое время планировалось построить. А вот сейчас картинка, которую мы смотрим, это нос фабричный, который должен соединить улицу фабричную и центральную часть промзоны с заречной частью промзоны, таким образом, чтобы освободить перегруженный на сегодняшний день пробкообразуемый новый мост, о котором мы только что говорили. Потому что там по исследованиям на сегодняшний день интенсивность прохождения 82 тысячи автомобилей в сутки. Значит, и наличие вот этого моста, который проект был буквально в январе, прошел экспертизу этого года и который находится на контроле у гибернатора Московской области, значит, планируется приступить к строительству уже в этом году. И на него планируется, в том числе, выделение определенных средств, кстати, из областного бюджета. А восточное объезд, о котором мы сейчас говорили, это мост через ЖБК, который позволит выйти на эту связку и таким же образом, если вы обратите вот этот мост, о котором я говорю сейчас, на фабричный, он начало берет от АЗС-100 или от областного ГИБДД, который от Щелковского шоссе, да, и соединит через путепровод и мимо фабричный, через промзону уйдет на Фриановское шоссе, таким образом позволит из Фрязина и из других частей Щелковского района осуществить связь, минуя новый мост на Пролетарском проспекте, будем так говорить. Но это, опять же, будем говорить, так сказать, центральный обход, да? А вот восточный обход, в чем мы говорили, мост ЖБК, это как раз от Чкаловской единой. Ему требуется то, что сегодня Алексей Васильевич проговорил с предприятиями, конечно, очень важно, если предприятия будут согласны и проявлять инициативу или поддерживать инициативу администрации в лице Алексея Васильевича, значит, и при наличии моста одного, имеется в виду на ЖБК, и моста на другого, будет организована связка с дальнейшим выходом как на улицу Заречную, так и на Фриановское шоссе, предположим. То есть эти две дороги будут соединяться, да, в районе Заречной? Это обязательно сделать, желательно сделать обязательно, вот можно так сказать. Это необходимая система транспортного обслуживания для того, чтобы развивающую восточную промзону привести к нормальному существованию. Потому что мы знаем, и в Заречной части, это территория химзавода, и, вернее, в Центральной части, и в Заречной части, там, где у нас сегодня развивается целый ряд предприятий, значит, они требуют и подхода, и выхода с этой территории. Ну, а более перспективный проект, я имею в виду, вот чисто восточный обход, да, он где-то будет в Щелкинском шоссе соединяться в районе биокомбината, и опять же... Вы знаете, я думаю, тот восточный обход, который раньше был запроектирован, он на сегодняшний день, наверное, будет неактуален, но именно вот этот мини, так называемый, сегодня восточный обход, решит его задачи, а в дальнейшем в схеме транспортного развития Московской области, или в схеме, где планируется транспортное обслуживание Московской области, предусмотрена хорда, которая должна соединить между собой Ярославское шоссе, Пушкино, ну, то есть М-8 Холмогоры, Пушкино, Фрязино, Щелково, Лосино-Петровск, выходом на Горьковское шоссе. Это перспектива, которая коснется и Мунина, и всех остальных, ну, я думаю, что во время реализации, как говорится, региональных и федеральных задач. Ведь дело в том, что разрабатывая генеральные планы поселений, в первую очередь решаются вопросы, как региональные информационные, ну, как бы информационно носятся, так и в первую очередь объекты муниципального транспорта. Тут находятся объекты местного значения, как можно говорить, детские сады, школы и так далее, и так далее. Кстати говоря, о формировании социальных объектов, такие как школы, буквально сегодня прошло заседание правительства, и хотелось бы, может быть, как говорится, проинформировать... Правительство Московской области, естественно. Да, 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 вот есть, как телеграммный такой текст, что сегодня на расширенном совещании правительства Московской области министра образования региона, имеется в виду Московской области, Марина Захарова рассказала о реализации программы образования подмосковья на период 17-20-й годы. В числе прочих муниципальных образований был упомянут и Щелковский район, в муниципалитете планируется построить детские школы, это имеется на территории района, причем шесть из них будет построено за счет средств областного и муниципального бюджета. Уже в этом году начнется строительство школы, микрорайон Солнечный и пристройки в школе в Медвежьих озерах, а в следующем планируется микрорайон Жигалово. Но дальше должны быть построены в Финском, в Огудевском поселении, но финский микрорайон имеется в виду. А вообще всего в регионе планируется построить до 2020 года по докладу министра образования и при поддержке губернатора было заявлено, в московском 230 школах, в том числе 123 за счет регионального бюджета. Это на сайте правительства и губернатора такая информация прошла. Поэтому хотелось бы, чтобы люди, как говорится, что называли с первых уст. Если кто не успел еще в интернет попасть. Та же школа в Жигалово, когда она появится, тоже может решить частичные транспортные проблемы. Да, дело в том, что при определенном выделении средств, при внесении изменений в проект школы, конечно, она вполне возможно может появиться уже, или начинать, вернее, строительство в следующем году. Тем более, что еще одна есть интересная информация о том, что сегодня глава архитектуры Московской области и Минобразования Московской области прорабатывает вопрос, как говорится, более рационального, эффективного проектирования строительства школ. Так называемо по системе, не как по модульному принципу, где предусматривается блок-модули, которые будут состоять, что каждая школа будет состоять из трех, предположим, блоков. Один блок – это начальная школа, основная школа, второй блок, и третье – общешкольные помещения. Именно это общественные помещения, которые называются пультзалы, столовые, библиотеки и так далее. Так вот, имея вот эти три блока, которые между собой могут, независимо от того участка, вернее, где они будут находиться, размещаться в каком-то интересном соединении, у которых будет каждый индивидуальный вход, во-первых, чтобы общешкольные помещения, предположим, имели доступ, в том числе и вечернее время для тех же ребят и их родителей, предположим, начальные классы имели, во-первых, и свои интерьеры, которые были бы более яркие, более интересные, с элементами, предположим, игровых каких-то конструкций, там, например, дизайна соответствующего. И для остальной школы, основной школы, это там, где уже интерьер бы по декору, по всему, уже для серьезных ребят, как бы были похожи на уже, как бы, требования до вузовской, вузовской, как говорится, подготовки. Что интересно, вот в этих модулях должны быть предусмотрены трансформируемые помещения, особенно в блоке общественного, так сказать, назначения, где можно было бы объединять уроки физики, химики, химиобиологии на каких-то, естественно, научных и при лабораториях схемах объединять. А что значит трансформирует? Что прям класс меняется, да, как-то? Да, да. Кстати сказать, во многих школах, так сказать, Европы, в том числе Финляндии, давно это делается, например, открывается перегородка, и урок идет на два класса сразу. То есть понимаете, да? То есть лекция читается, это особенно для старшеклассников. Я думаю, что это будет интересно, тем более, что все эти проекты, которые сегодня будут предусматривать, эти облочные размещения, они, соответственно, будут отвечать требованиям не только Министерства образования Московской области, но и Министерства образования и науки Российской Федерации. Особенно, если говорить о каких-то общественных мероприятиях, то, например, библиотека нечистая, где книжки стоят. Это читальный зал, предположим, с каким-то информационным блоком и с элементами IT, да, там, например. Или же, предположим, холл при зрительном зале или конференц-зале может быть и для вернисажа каких-то выставок, для размещения каких-то материалов, там, системных или, как говорится, по направлениям. Также и для каких-то элементов парфонанса, да, например, в части того, чтобы дети чувствовали здесь не только учебу, но и у них была жизнь. То есть время же меняется, требования меняются. Повезет нашим внукам-то, конечно. Да нет, хотелось бы, нам же тоже можно немножко помечтать, да, то, чего не хватило. Спасибо, Станислав Александрович. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог». Начальник территориального управления Щелковского муниципального района, глав архитектуры Московской области Станислав Блаженцев. Звоните к нам в студию по телефону 567-1440, 567-1450. Задавайте свои вопросы, мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Напоминаю телефон из студии 567-1440, 567-1450. Напоминаю также, что в гостях у меня сегодня начальник территориального управления Щелковского муниципального района, глав архитектуры Московской области Станислав Блаженцев. Еще раз добрый вечер, Станислав Александрович. Добрый вечер, Сергей Блаженцев. Продолжаем нашу беседу. Надеюсь, что наши зрители тоже будут активны и будут задавать вопросы свои, естественно, по развитию нашего района, всех тех территорий, которые входят в ваше ведение, я имею в виду в ведение вашего управления. Ну, пока вопрос от меня, вот я наткнулся буквально на сайт глав архитектуры Московской области, такая интересная информация о том, что в Подмосковье стартовал проект по комплексному улучшению облика городов. И опробовать его решили в 10 муниципалитетах. Перечисляются они Балашиха, Ногинск, Люберцы, Химки, Сергеев Посад, Электросталь, Клин, Ивантьяевка, Павловский Посад и Щелково тоже попало в этот список. Вот хотелось бы узнать подробнее, что представляет из себя этот проект. Ну, этот проект представляет собой не какой-то единый проект, а действительно комплекс целых проектов. Ну, во-первых, вы неоднократно показывали, рассказывали уже, что у нас за последние годы очень активно работает и глава Совета депутатов, и в первую очередь, конечно, администрация Селковского муниципального района. Изменение облика не может быть само по себе без активного участия как муниципалитета, так, в общем-то, и жителей. Ну, это вот и генпланы те же. Да, да, ну, генпланы, видите, они все-таки рассчитаны на 20 лет вперед, а жить-то и хоть хорошо уже сегодня, правильно? Поэтому вот те небольшие изменения, которые требуют сегодня и президент, и губернатор, идет разговор о том, что люди должны видеть эти живые изменения в том месте, где они проживают, сегодня особенно ярко видны в Щелково. И это не только жители увидели, но и в правительстве Московской области, в главархитектуре, поскольку, наряду с тем, что было создано за последние годы, это и Литовый каток, и Дворец спорта, или как Фокна центральный, это введенные детские сады, это и благоустроительные работы, связанные с набережной Серафима Саровского, с площадью Ленина, которая буквально два года назад была построена. И опять же, с продолжением улицы Парковой, как пешеходная улица, первый этап, который был закончен в 2016 году, конечно, дает такой сигнал положительный, что Щелково становится лучше, преображается в своем облике. А если учесть, что благодаря усилиям работы администрации не только рейтинг поднялся в целом, по общим, так сказать, показателям. В целом все наш район, да, конечно. Да, да, да. Пятое место. Если сказать о том, что, например, город Щелково занял третье место как лучшее муниципальное образование по праздничному оформлению, первое место по наружному освещению, это тоже говорит о многом, правильно? Не говоря про те идеи, которые есть. И вы, наверное, показывали уже, и люди видели, что это и в докладе Надежды Владимирович звучало, там более 50, там 53, значит, дворовых, игровых комплекса, да, дворовых территорий сделано, 5 детских, 5 спортивных, или 4 спортивных игровые площадки. Сколько рекламы снесено? Больше 2,5 тысяч. Там 3, почти с половиной тысячи парковочных мест. Ракушки подчистили, опять же, да, так сказать, кому-то нравится, не нравится, но в любом случае... Ну, место освободилось, да. Да, благоустраивается это самое. А то, что наши щелковские озеленители занимают призовые места, так сказать, на областных соревнованиях, там, делят первое-второе место, это же тоже не только приятно, а потом мы видим, как преображается озеленение в городе, там, не только на площади, но и в других, так сказать, местах. Поэтому сам по себе, сам по себе, вот этот комплекс проектов, начиная от маленьких, благоустроительных, дворовых и каких-то уличных площадок, потом приводит к тому, что из 50, предположим, муниципальных образований, щелково попало в десятку тех, кому доверили показать, как должен улучшаться облик. Это, я говорю, тесному сотрудничеству, как правительства Московской области, так и с администрацией, с щелковского муниципального района, где, конечно, низкий поклон тем людям, которые это создают. Но это, как говорится, не конечная стадия. Вот на следующий год будет продолжаться эта же работа. Вот в этом проекте также, вы знаете, такие появятся у нас объекты, как пернатальный центр, который тоже как бы входит в комплекс. Потом будет продолжаться работа, опять же, по набережным. То есть это вполне естественно, когда люди работают, их видят, и, соответственно, попадаем вот в этот проект. Ну, мы уже много говорили о том, как реконструирована парковая улица в центре нашего города, но пока только первая очередь завершена. Сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет о том, что будет дальше в самое ближайшее время. Давайте посмотрим. В таком виде парковой осталось быть недолго. Началась подготовка к реконструкции второго этапа улицы. Первую часть от площади Ленина-Дозубеева благоустроили в прошлом году. На очереди второй участок протяженностью порядка 500 метров. Я думаю, что эти работы в этом году будут проводиться также, установленные нами сроки, с высоким качеством. И те главные задачи, второстепенные задачи будут выполнены. Планируется заменить инженерные коммуникации и построить систему ливневой канализации, отремонтировать фасады домов, чтобы здания, обрамляющие улицу, были оформлены в едином стиле. Ремонт будет вестись параллельно с другими видами работ. Патриотическим центром улицы останется монумент «Слава героям». На доме рядом с мемориалом появится граффити, посвященное Великой Отечественной войне и погибшим щелковцам. По структуре продолжение улицы будет похоже на первый благоустроенный участок. Велодорожки, скамейки, освещение. Однако появятся и отличительные особенности. Первоначально использованная шахматная структура на первом участке будет немного трансформирована, так скажем, в другой рисунок, который будет подчеркивать стилистику новых домов, которые там будут приводиться в порядок. Кроме того, на улице планируется оборудовать кафе «Мороженое», чтобы эта часть города стала местом притяжения подрастающего поколения. Ну, могу открыть тайну, да, что реализация этого проекта, я имею в виду, вторую очередь, Парковая улица планируется как раз завершить примерно ко дню города и района в этом году. Я думаю, это уже не тайна, наверное. Для жителей, может быть, тайна. Не так долго осталось. Ну, а дальше что? Перспективы какие есть? Вот, в частности, пешеходные зоны и дальнейшие развития. Площадь Ленина и улица Паркова, Сергей Михайлович, это часть большого общественно-пешеходного пространства, который был задуман пару лет тому назад. Как мы уже сказали, начиная от набережной, переходом на площадь Ленина и выходом на Парковую, в дальнейшем должна быть улица сделана Пушкина, и потом, возвращаясь обратно, по набережной улицы Шмидта с выходом на формирование общегородского центра. Над этим тоже сейчас проектировщики и заказчики, и администрация работают сегодня. Но все-таки именно по Шмидта или ближе к реке, непосредственно по берегу Клязьма? Ну, я думаю, конечно, до уреза воды. А как же, там должна быть нормальная экспланада, пешеходная зона. Сейчас на схеме, правда, мелковата, но тем не менее, вы видите, практически окружность. Да, когда задумывается сама улица Парковая, как пешеходная, вы видите, что если с северо-востока от реки идем через площадь Ленина, потом поворачиваем по Парковой, доходим до Зубеева, это первый этап, следующий этап до улицы Пушкина, до Дворца культуры. Ну, да, розовый кружочек, это как раз районы культуры. Оранжевый, наверное. Ну, оранжевый. Да, потому что там еще и фиолетовый. А фиолетовый, это перинатый лентин. А внизу, на юге, это платформа Воронок, где люди имеют желание всегда ходить на электричку из микрорайона, из этой части. То есть это тоже будет благоустройство, которое дойдет до реки, и потом благоустройство вдоль реки, и как с одной, и, скорее всего, и с другой стороны нашей перспективы. Ну, а сроки? Сроки примерно и называются. Срок 2017 года и второй этап до улицы Пушкина. Потому что сегодня администрация вместе с коллегами и посчитала возможности. Вот то, что сегодня запланировано, то это будет как раз 520 метров. А почему комплексного еще проект звучит? Потому что наряду непосредственно с благоустройством делаются фасады, ремонтируются дома. Там 10 домов, например, фасадов будет отремонтировано. Вот, опять же, дворики, о чем я говорю. То есть это все в комплексе должно происходить и будет происходить, я думаю. Ну да, вы буквально, может быть, предварили мой вопрос, потому что я как раз хотел спросить, что все-таки важнее? Вот такое вот ежедневное благоустройство, но те же дворовые территории, детские площадки, парковки, либо стратегические, ну как у нас, то, что у нас реализовано, набережная Серафима-Саровского, площадь Ленина, парковая улица. Вот что важнее с вашей точки зрения? Все, как говорится. Нет, дело в том, что важнее в тот момент, когда человек выходит из дома, он хочет выйти не в грязь, правильно, и на хорошую дорожку, где есть игровые площадки, где детишки по спокойности ведут. Выходя на улицу, это же все-таки улица, это не автомагистраль. Человек должен тоже чувствовать себя вполне по-человечески, да, где может спокойно пройти, а не обходить грязные автомобили и обтирать их, правильно? Значит, а уже где будут и малые формы, и освещение, и праздничное оформление витрин, праздничное оформление газонов, там, всевозможных аллей. Вот, а что важнее, ну, мы уже говорили о том, что у нас планов громаде, а человек-то у него жизнь одна, правильно? Поэтому хотелось бы, чтобы было все. Как у классика. Человека должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и все. Так же и здесь. Должен быть и двор, и улица, и город в целом. Поэтому комплексность. Ну, еще один такой вопрос. Сейчас мы много говорим о реализации программы «Доступная среда» на областном уровне, да? Насколько учитываются люди с ограниченными возможностями при проектировании вот таких вот, скажем, объектов на улицах города? Ну, во-первых, если брать уже построенную улицу Парковой, то на ней можно увидеть, что есть разные виды плитки. Плитки просто, которые уложены, и плитки, предположим, с какими-то кружочками. Это для людей, которые, как говорится, плоховидящие. Вот, которые могут, наступив на нее, понять, что он либо подходит к дороге, либо к какому-то препятствию, либо к какой-то... Ну, то есть он должен понять, что здесь происходит. В том числе, возможности, вы видели, что на улице Парковой построена велосипедная дорожка. И это не дань мода. Это, так сказать, опять же, для того, чтобы люди могли заниматься, так сказать, велосипедами. Это будет продолжаться. Ведь, кстати сказать, мы показали эту сторону, а еще у нас были мысли, идеи от возможности уходить дальше в парк и уходить туда к спорткомплексу и к тем объектам, которые находятся за Дворцом культуры, в самом парке и за ним. Поскольку у нас же в любом случае проблема Дальнего Воронка, это микрорайон 5 и 7, необходимо людей переселять из, как говорится, ветхого жилья в нормальные квартиры. Вопрос тоже на сегодняшний день очень плотно рассматривается администрацией и главы архитектуры. А с точки зрения этих людей, это обязательное условие всех проектов, которые обязательно укажутся в экспертизе проектов, по которым надо строить. Иначе строитель и заказчик не пройдет экспертизу, если не учтены как раз вопросы, связанные с маломобильной группой населения. Спасибо, Станислав Александрович. Мы в начале практически нашей программы говорили об инвестициях, о помощи, привлечении внебюджетных средств для строительства тех же дорог, каких-то других иных социальных объектов. Это вот как раз когда речь шла об объездной дороге, об обходе города Щелково. Наверное, очень много, конечно, предстоит еще сделать, и не только при развитии транспортной инфраструктуры, но и при строительстве других объектов. Я сейчас предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, который нам любезно предоставил телеканал 360. Но это действительно сюжет такого областного уровня, но тем не менее, конечно, нашего района он тоже коснется. Давайте посмотрим. Центр содействия строительству – это ноу-хау Московской области. Нигде в России еще не пытались настолько сократить для потенциальных инвесторов бюрократические преграды. По сути, это своеобразная служба одного окна. На одной площадке собраны сотрудники 10 органов исполнительной власти и 7 организаций – 90 человек, в чьи задачи входит упрощение согласований инвестиционных проектов и ручное сопровождение приоритетных направлений. Действительно, Московская область – это первый регион, который открыли отдельный проектный офис в сфере строительства, который позволит любым предпринимателям сегодня одно окно для получения разрешений на землю и все сопутствующие документы, разрешения для необходимости строительства какого-либо объекта. Безусловно, это очень важно именно для предпринимателей Московской области, потому что в неделю регион, по сути, рассматривает тысячу заявок. И эта система серьезно оптимизирует все процессы. По скромным подсчетам, новая площадка уже позволяет ускорить согласование проектов в среднем на 25%. Клиентам центра назначаются кураторы, которые следят за процессом оформления бумаг и оперативно решают возникающие проблемы. Услугами новой площадки уже успели воспользоваться некоторые предприниматели. В числе приоритетных направлений – строительство крупных промышленных объектов и торговых комплексов, а также объекты транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта. На сегодняшний день центр содействия строительству функционирует всего месяц, поэтому объем закрытых проектов пока не позволяет объективно оценить все плюсы такого подхода к работе с предпринимателями, а также возможные риски. Но если система и дальше будет показывать эффективность, не исключено, что опыт создания таких площадок распространится и в другие регионы. Вот как мы увидели из репортажа, центр содействия строительства – это, в общем-то, объект не только регионального, но и федерального уровня. Не зря на его открытии присутствовали не только губернатор Московской области Андрей Воробьев, но и вице-премьер правительства Дмитрий Казак и министр строительства России Михаил Мень. Вот если можно, Станислав Александрович, подробнее чуть-чуть расскажите о том, что это такое за центр содействия строительства. Да, вот руководители области и федерации буквально месяц назад посетили, этот репортаж был показан. Правильно или как точное название – это проектный офис, центр содействия строительства при правительстве Московской области. Эта идея идет от правительства, от руководства области. Она готовилась к Минстрою и главу архитектуры Московской области довольно определенный период времени. Как вы слышали, создано 90 рабочих мест, автоматизированных рабочих мест. Туда собраны 10 министерств и 7 представителей организаций согласующих, которые могут на одном месте уже решать сразу задачи, не бегая по кабинетам, а сразу рассматривать и давать предложения для дальнейшей реализации. Так, например, от главы архитектуры здесь очень интересное предложение, прозвучало уже как бы немного забытое, но сегодня актуальная градостроительная проработка. То есть любой инвестор, обратившись в этот центр содействия, может быть прикреплен к личному менеджеру, который запросит в необходимом районе, например, у нас в территориальном, если это Щелковский район, будет касаться территориального управления исходные данные. Мы, как всегда, совместно с администрацией Щелковского района дадим необходимые сведения из тех материалов, которые есть в районной архитектуре, которые есть у нас. Вот эта градостроительная проработка будет подготовлена, и в своем движении там будут даны такие предложения, как, например, позволить оценить потенциал этого предложения, какие-то финансовые или какие-то другие риски, либо ограничение возможности и невозможности реализации этого проекта. То есть чтобы человек не делал лишних движений, а уже знал, по какому направлению и каким образом ему предстоит решать ту или иную задачу. Станислав Александрович, простите, вот перебью вас. У нас есть звонок от нашего зрителя. Давайте приоритет звонку, потом продолжим разговор. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, лет 15-20 назад в Щелковском районе планировалось строительство кардиологического центра. И вот до сих пор строят. Нас, Щелковцев, всех перевозят только в Мунино, предлагают нам. Мунинскую больницу. Щелковской больнице номер один предлагают только для инфарктиков. Вот скажите, пожалуйста, когда это будет строительство? К сожалению, я не могу сказать, в какие сроки. Дело в том, что в ближайшей перспективе, кроме перонатального центра, который на сегодняшний день заканчивается в своем строительстве, должен быть введен в первом полугодии, и строительство диализного центра, которым тоже нуждаются жители, и уже заложен этот объект, и планируется строительство завершения, если не в конце 2017, то в начале 2018 года. Кардиологического центра, к сожалению, у нас не предусмотрено, и он был реализован в свое время в виде того терапевтического корпуса, где было кардиологическое отделение. Ну, надо на большее ни вчера, ни сегодня пока, как говорится, не хватило. Поэтому эта тема существует, и я думаю, если мы определимся и будем вести разговор о дальнейшем развитии здравоохранения и строительства еще одной серьезной больницы на территории Щелковского района, то там кардиология должна быть 100%. Спасибо, Станислав Александрович. У нас осталось буквально 3 минуты до конца программы, поэтому давайте закончим тему центра содействия и строительства. Ну, а центра содействия, да, что поскольку пошло мало времени, ну, я предлагаю людям, которые заинтересовались, войти на сайт либо Министерства строительства, либо главы архитектуры, там есть соответствующие телефоны, и есть координаты, как выйти, получить информацию, а вообще территориально это находится напротив правительства, в здании по бульвару строители 4, это... В Красногорске, естественно. Да, Красногорск, конечно, напротив правительства, это так называемый кубик на втором этаже, и там вот эти 90 рабочих мест ждут всех желающих ускорить процедуру своего оформления СВЦ. У нас же в Щелковском районе Алексей Васильевич вместе с Надеждой Владимировым проводят каждый четверг и 200 час, который помогает людям оформление документов. В территориальном управлении каждая среда день открытых дверей для тех людей, которые хотят принести какие-то документы, получить консультацию или же понять, как их оформлять. Это, так сказать, на Советской 3. Мы как работали, так и работаем в Советской 3, город Щелково. Ну, а если можно, вот как раз о дне открытых дверей чуть более подробно. С какими предложениями приходят? Ну, мы уже больше года. Что вы им предложите? Ну, вообще-то это предусмотрено было в помощь инвесторам, производителям. Мало того, мы помогаем людям сдать, или консультируем, сдать им материалы для получения разрешения в ВИС и СОГД, поскольку некоторые товарищи путаются и не дают весь комплект. Для этого существует, соответственно, постановление 87-ое, которое надо реализовать в МОСОБГИ отрезать, люди, которые принимают, а у нас это на контроле. Значит, поэтому каждую среду мы готовы работать с любыми заказчиками, которые готовы вложить инвестиции в Щелковский район. Ну, а также Звездный городок, Фрязино и город Лосинопетровский. Значит, если мы что-то не знаем, то по техподдержке можем обратиться к нашим коллегам и в Минстрое, и в главе архитектуры. Ну и, как еще раз хотелось бы подтворить, при нашей плотной и совершенно контактной консультационной работе с администрацией и с депутатами местными, я думаю, мы сможем как-то решить все задачи. Большое спасибо, Станислав Александрович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Остается только пожелать, что и с вашей помощью, и с помощью тех, кто приходит к вам со своими предложениями, наш город, наш район станет еще краше, как вот здесь сказано, комплексное улучшение публика городов. Дай нам Бог, да, конечно. И спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня был начальник территориального управления Щелковского муниципального района глав архитектуры Московской области Станислав Плаженцев. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»